Владимир Уйба вылетел в Усинск, чтобы на месте оценить масштабы нефтеразлива. На реке Колова продолжается ликвидация последствий нефтепроявлений. Так, по данным МЧС России по КОМИ, развернуто шесть рубежей реагирования. А тестованными силами и средствами продолжается установка боновых заграждений и сбор радужной пленки с применением сорбента. Работы координирует оперативный штаб. На месте ликвидации последствий работает комиссия в составе главы республики Владимира Уйба и временно исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС России по КОМИ Олега Нецкого. В общей сложности на территории региона планируется установить 2500 метров боновых ограждений. Подробнее о ситуации глава КОМИ рассказал в обращении. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня нахожусь в командировке в Усинске. Повод понятный. Всем уже известно о том, что произошел разрыв нефтепровода на территории НАО, но тем не менее дальше нефть изливалась в реку Колва. И, соответственно, это уже наша ответственность. Значит, 11 мая первые появились сигналы о том, что есть радужная пленка на реке Колва. Практически в ночь с 11 на 12 приняты были меры по локализации. Нашли источник загрязнения. Это действительно нефтепровод на территории НАО. Скализовали источник распространения, источник повреждения трубы. Далее приступили практически с 0 часов до 12 мая. Мы приступили уже к развертыванию сил и средств. Основная сложность и проблема локализации этого нефтеразлива и улавливания нефтепродуктов на реке – это, вы видите, ледоход. Идет ледоход. Он периодически покрывает практически всю гладь воды, колку реки Колвы. Поэтому, конечно, работать в таких условиях очень сложно. Тем не менее, на сегодняшний момент делается все возможное. Собраны силы и средства. Всего занято 165 человек. Из них 45 человек – это спасатели «Спас природа». И остальные – это работники «Лукоилкоми». 11 катеров, лодок плюс 5 барж. Как я уже сказал, основная проблема – это в том, чтобы отсечь вот эту глыбу льда, которые плывут по реке загрязненные, вывести их вот в такой заводь, где уже работает экскаватор, где работают сборщики. Плюс сборщики прямо по реке на лодках, на катерах собирают нефть, которая пятнами плывет, и собирают уже прямо на лодке и дальше доставляют на берег. Хочу сказать, что создано несколько рубежей. На третьем, на четвертом мосту рассыпается специальный материал, который сорбирует нефть. Дальше вот здесь уже этот сорбент с нефтью собирает, как я уже сказал, из лодок, из берега. Далее все это на берегу уже идет в утилизацию. По оценкам сегодня техническим, где-то примерно от 6 до 7 тонн нефти, в том числе часть из нее, естественно, на берегу, но часть из этой нефти все-таки на воде. И вот этот у меня за спиной сегодня, это сейчас как раз первый рубеж, как мы говорим, обороны, первый рубеж сбора нефти. Понимаем, что часть все-таки льдин и часть нефтяных пятен прорывается через этот рубеж. Выставляем сейчас в районе села Колва еще один рубеж, второй рубеж, с тем, чтобы максимально собрать нефть и не пропустить нефть дальше в Печору. Понимаем, что будет подъем воды, а это еще более усложнит работу, потому что сегодня отметка где-то 620 сантиметров, ждем подъем еще где-то на 2 метра. И вся береговая линия, которая сегодня пока свободна от воды, но тем не менее занята льдом припаянным, может быть сорвана, и этот лед тоже содержит на себе нефтепродукты. И ясно, что это будет еще усложнять ситуацию, но и спас природа, и луко, и лукоми к этому готовы, с тем, чтобы наращивать группировку и наращивать силы и средства. Максимально делаем все возможное. Приоритет сегодня при вот таком сложном работе, это приоритет жизни людей. Основная задача ни в коем случае, понимаем, что экология – это наша сегодня основная цель, но приоритет – это обеспечить безопасность людей, которые сегодня работают на воде, собирают остатки нефтепродуктов. Хочу сказать, что рассчитана операция, мы понимаем, что это нам придется недели две, а то и три заниматься нефтезбором. Идет мониторинг, это очень важно. У нас есть нулевая, так называемая, нулевая отсечка. На 10-9 мая есть пробы воды, они берутся ежедневно. На сегодняшний день мы проводим анализ. Нет угрозы, нет угрозы, повторяю, допустим, для рыбы. Сегодня появляются какие-то фейковые информации о том, что гибель рыбы. Никакой гибели рыбы нет, потому что нет полностью пленки, которая бы покрывала всю поверхность воды. Поэтому, конечно, это угроза. Понятно, что это сегодня экологическая проблема. Но, повторяю, угрозы для рыбы, угрозы для того, чтобы это была колоссальная какая-то проблема для водозаборов – нет. Водозаборы у нас не выше по течению усы, выше, повторяю. И поэтому проблем для водозабора нет. Сейчас еще поедем на второй рубеж, в район села Колва, встретимся там с жителями, обсудим с ними вопросы. Все, что их не интересует, естественно, на все отдадим ответы. И, повторяю, операцию будем продолжать до полного очистки фарватера реки Колва. Всего вам самого доброго, берегите себя, будьте здоровы. Буду дальше информировать вас по ситуации с этой экологической проблемой.